Строить разворотное кольцо на новом рынке начали еще вчера, 10 мая, выходной день, чтобы водители смогли адаптироваться к новой схеме движения. Поэтому именно сегодня, в первый рабочий день, жители Барнаула смогли почувствовать всю серьезность этого мероприятия. С самого утра город стоит в семибальных пробках, особенно в районе Нового рынка. На пересечении улицы Пионеров и проспекта Калинина уже произошло первое ДТП. Все сложности возникают не только у водителей, но и у тех, кто передвигается на своих двух. Выбегают от растерянности прямо на дорогу. Привычный пешеходный переход на новом рынке перекрыт. Временная зебра появилась в нескольких метрах от прежнего перехода. Установлены знаки, стрелки, но пока новая схема путает прохожих. Пока дубль здесь спасает. Ну, не заблудилась, прошла там. Нет, все нормально, никаких стрессов. Как вы думаете, людям сложно будет разобраться? Да ну, поди разберутся, что ж. Особенно молодежь на работу едут, а старички так, ну поди, дети им разъяснят. Куда больше проблем теперь у водителей. По четной стороне Ленинского проспекта в сторону космонавтов движение сейчас перекрыто. В районе Нового рынка водителям теперь можно уходить только на улицу Пионеров. Уже сегодня автобусное сообщение у нас осуществляет движение через проспект Калинина, дальше по улице Аносова, а в обратном направлении по привычным маршрутам. Соответственно, когда мы построим кольцо и закроем путепровод полностью, то движение автобусное уже будет осуществляться в том числе и в обратном направлении через улицу Аносова и проспект Калинина. Ориентировочно 25 мая мост полностью перекроют. В эти же дни начнется строительство второго разворотного кольца у дома быта. Напомним, кольца обустраивают для того, чтобы сохранить трамвайное движение в период закрытия моста. С 20 числа будет закрыто полностью движение трамвая. После 23 числа произведена будет асфальтировка полотна и откроется движение по кольцу. Пересадочный талон будет действовать пассажир, который едет на трамвае до дома пионеров. Здесь выходит на остановки, переходит через пешеходный переход, который будет организован. И садится на любой вид городского электрического транспорта у дома быта и может двигаться в любом направлении. То есть уже 23 мая пассажиры будут получать пересадочный талон, который действует полтора часа. Кстати, далеко не в каждом автобусе сегодня размещена информация о новой схеме проезда. На это жалуются в соцсетях. Хотя, как нам сообщили в мэрии, с перевозчиками проводилась работа. Во многом ситуацию сейчас спасают сотрудники ГИБДД, которые дежурят на самых болезненных точках Ленина Пионеров и Калинина Пионеров. Сейчас нашими специалистами совместно с сотрудниками ГИБДД мы на основных точках ключевых специалистов стоят, смотрят. В связи с изменением трафика движения будем корректировать работу светофорных объектов. Первое время будут работать экипажи ДПС. В случае именно возникновения заторов ситуации они уже прибегают к регулированию движения. Сотрудники ГИБДД также будут следить за нарушителями, которые заезжают на выделенную полосу для общественного транспорта. Такая полоса появилась от улицы Партизанской до площади Октября, а также от проспекта Калинина до улицы Цеховой. В июле нарушения также будут фиксировать камеры. Как уже сообщалось ранее, в целом новая схема движения ориентирована на то, чтобы горожане пересаживались на общественный транспорт. Ведь в среднем владельцы авто в час пик будут добираться на работу на час дольше. Вероятно, скоро у жителей Барнаула произойдет стадия принятия. Ведь ремонт путепровода, который находится в аварийном состоянии, откладывать было уже нельзя. Добавим, что город вернется к привычной схеме движения на новом рынке только осенью 2023 года, когда ремонт будет завершен. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.